Всем привет! В этой части я бы хотела ответить на ваши вопросы После просмотра третьей части Мне стало поступать достаточно много вопросов И они все примерно одинаковые Понятно как вязать мотив Понятно как мотивы между собой соединять Но как соединить мотивы в кофточку Чтобы у нас получилась кофточка Как же действовать, по какому плану И сейчас я постараюсь ответить на эти вопросы Итак, давайте нарисуем первую схему нашей кофточки Эта у нас схема получается передней части кофточки Нарисуйте такую схему у себя на листочке И отмечайте мотивы, которые вы соединили Возникает проблема, когда мы начинаем делать заднюю часть кофточки Начнем, пожалуй, с этого первого мотива внизу Вот этот мотив И мы его соединяем только с одной стороны с нашей полочкой Если мы этот мотив отгибаем, то он будет выглядеть вот так Вот так будет просто сбоку один мотив А если мы его сложим, загнем, то у нас это будет часть спинки Далее вяжем второй мотив Посмотрите, вот он И соединяем снизу с нижним мотивом здесь швом И сбоку соединяем с нашей полочкой По факту тоже здесь у нас просто будет два мотива Вот так сбоку Но при этом они не соединяются с рукавом сверху Вот здесь не соединяются Просто два мотива Мы также их прикладываем к нашей полочке Складываем и у нас уже начинает проявляться спинка Следующий мотив можно сделать здесь, к примеру Это не так сильно важно Этот мотив соединяем здесь двумя швами с нижним мотивом И здесь вот с этим соседним мотивом Далее вот этот мотив Посмотрите, он у нас будет соединять нашу спинку Вот здесь соединяется с мотивом на спинке А этим швом будет соединяться с полочкой Вот наша кофточка Вот этот мотив, который я вам показал последний Здесь он соединяется у нас с мотивом спинки А этим швом соединяется у нас с полочкой И вот у нас такая уже лента получается у нашей спинки Остается нам только продолжить вязание вверх И там также соединять Еще хочется показать вам, как соединять плечевые швы Берем нашу кофточку Вот этот верхний мотив Мы его с одной стороны соединяем с рукавом Посередине мотивы у нас не соединяются ни с кем Только с боковыми мотивами Потому что там у нас горловина А вот эти боковые два мотива Я советую их соединять чуть более чем до середины Вот посмотрите, мы здесь соединили в тех местах, где у нас столбики с накидом Где у нас воздушные петли И чуть-чуть соединили, где столбик один с накидом Сейчас еще раз это покажу Здесь не очень видно Вот возьмем, к примеру, вот этот мотив И на нем покажу, как нам соединять надо боковые наши мотивы В уголке в двух местах мы соединяем, где столбики Соединяем под цепочкой Еще раз под цепочкой И один раз мы соединяем, где столбики То же самое мы делаем с другой стороны Только зеркально Если вы до конца полностью вот эти мотивы Два, где плечевые швы соедините То у вас получается очень узкая горловина Вот как выглядит это все на схеме Я предлагаю вот так заштриховывать все мотивы, которые мы связали Прям на схеме заштриховывайте их, отмечайте, чтобы вам было проще Присоединили мотив и также заштриховали Далее присоединили, к примеру, верхний мотив Или вот эти вот мотивы И также все штрихуем Итак, теперь я покажу, как соединять рукава Вот наш мотив Мы его соединяем в трех местах Сверху мы его соединяем с рукавом передней части Сбоку мы его соединяем со спинкой А снизу опять с рукавом Этот мотив мы соединяем сверху с рукавом Сбоку с рукавом задней части И снизу с рукавом передней части Тоже так же тут Теперь вернемся к нашей кофточке Вот он наш рукав Вот этот мотив Мы соединяем его сверху с мотивом передней части Сбоку мы его соединяем со спинкой А снизу снова с мотивом передней части рукава Надеюсь, тут понятно Тут ничего сложного нет Сейчас мы рассмотрим вторую схему Как же соединять нам по второй схеме В принципе, она соединяется примерно так же, как и по первой Единственное, вот эти вот плечевые у нас есть полумотивы Сейчас поподробнее расскажу про них Кривенький, конечно, рисунок Здесь сверху пол мотива, снизу один мотив Здесь тоже пол мотива А далее у нас якобы половинные мотивы На самом деле это целые мотивы, которые мы складываем пополам Вот, смотрите, мы берем, к примеру, мотив Складываем пополам И как будто у нас уже половина мотива На самом деле это целый мотив С этой стороны мы соединяем с полочкой А этой стороны соединяем со спинкой И мотивы, которые у нас якобы половины На самом деле целые Мы также между собой соединяем Это где плечи, где рукава А в сложенном виде они выглядят как половина Для начала я советую вам соединить нашу полочку Точно так же, как мы соединяли по первой схеме Один мотив ко второму присоединяем Так, чтобы у нас получилось Вот, как будто первая схема Далее мы начинаем присоединять Задние части мотивов Все то же самое, что я и показывала по первой схеме Единственное отличие, что у нас есть боковые швы Снизу рукава тоже соединены А сверху наша кофточка не соединена Итак, рассмотрим, как же нам сверху соединять Вот у нас мотивы наши целые, которые мы складываем пополам Мы соединяем одну часть мотива со спинкой А одну часть с полочкой Соединяем точно так же, как мы бы делали лямочки у кофточек Тут то же самое С одной стороны мы соединяем со спинкой А с другой стороны мы соединяем с полочкой И так мы вяжем все наши вот эти мотивы Где у нас рукава Вот наши половинные мотивы Действительно, они соединяются снизу, где горловина И соединяем ровно половину у наших вот этих мотивов, которые мы складываем До середины соединяем только А оставшаяся половина мотива сложенного у нас остается свободная Ровно до середины мы соединяем наш половинный мотив Вот здесь у нас половина мотива А другую половину мотива мы соединяем с еще одним половинным мотивом, но уже спинки Я надеюсь тут все понятно Как вязать половину мотива обязательно покажу в следующем видео Если у вас еще есть какие-то вопросы, вы обязательно задавайте Возможно я сниму еще одно видео по ответам на ваши вопросы Чтобы в дальнейшем вы могли самостоятельно уже связать кофточку Ну на этом все Спасибо за внимание Увидимся с вами в новом видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok